Объект уже сдан, на объект уже получены все документы, возможно ипотека. Мы находимся в курортном городке Адлера, непосредственной близости от Дельфинария, Океанариума, Аквапарка Антибиус. То есть они все с двумя световыми точками, все с балконами, балкон-окно. Остекление панорамное, света много во всех апартаментах и профиль у нас алюминиевый, долговечный, его не надо будет менять. Слушай, ну мы как, я не знаю, в сказке, как еще осень, тут что вот эти листики такие красные. Очень красиво, утро у нас. Можно даже небольшое, но это у нас есть. Блин, вообще классно, представь террасную, да, вот эту мебель сюда поставить, просто выходишь со своей квартиры, у тебя такой маленький кусочек Сочи, это супер круто вообще. Покажи, что там у вас за апартамент, который там три брони там на него все утра, там что там за? Четыре, но он просто самый недорогой, самый достойный, поэтому. А, ну давай. И с него начнем уже по ценам, да? Седьмой апартамент. Так. Он площадью 19,8 квадратных метров на первом этаже. Балкон, здесь интересный балкон квадратный, то есть здесь помещается легко журнальный столик и два стула. То есть тоже такая себе терраска. Этот апартамент стоит 3 миллиона 148 тысяч, когда говорили. 3 миллиона 148 тысяч, ну все, зафиксировали. По ценам тогда, да, как хотели. Давайте начнем, да, вот прям, да, в принципе можно отсюда показать. Хорошо, у нас градация цен в 10 тысяч и на всех этажах апартаменты стоят одинаково за квадратный метр, независимо от площади. Это 159 тысяч за первый этаж, 169 тысяч за второй этаж и 179 тысяч за третий этаж, за квадратный метр. И я напомню, что эти апартаменты сданы, регистрация сразу в Росреестре. Никита либо в описании, либо в конце видео немножко расскажет о аналогах, которые существуют на данный момент в Сочи, если найдет таковые, потому что это довольно сложно. Так, ну что, мы прогуляемся к морю, да, через парк прогуляемся? Через территорию, выйдем, да, и сходим к морю. Через парк, ну сначала на море, а потом вернемся и сходим к парк, я думаю, так. Но для начала нам нужно забрать кофе. Да. Итак, друзья, смотрите, мы вышли с нашего комплекса и направляемся в сторону моря. Здесь, кстати, у вас классная набережная, классный пляж. Неплохая, да, да, есть. Мне даже, я уже снимал с Алексеем здесь как-то видео, мне очень понравилось. Лучше даже, чем у нас на Мамайке. В смысле, на Мамайке это тоже не показатель, как бы? Ну, мне нравится Мамайский пляж. Здесь, в чем отличие, кстати, от Мамайки, да, на Мамайке, что есть из развлечений? Прогуляться вдоль реки, посидеть в кафешке, в набережной, все. Ну, на банане прокатиться. А здесь целый курортный городок рядом. Это там просто, я не знаю, изобилие всяких разных развлечений. Да, прям целый день не будешь на пляже, конечно. Вечером куда-то хочется сходить. Здесь вот летом, я не знаю, кто был в курортном городке, можете в комментариях написать. По-любому у кого-то есть какие-нибудь там супер истории. Здесь своя такая атмосфера, очень такая курортная. И раньше, когда не было всяких олимпийских парков и всего остального, все тусили, короче, здесь. Да. А мне вообще, я в свое время немного жил в Крыму, и мне часто здесь напоминает чуть более цивилизованный Крым, курортный городок. Чуть более современный. А Крым я очень люблю. Особенная атмосфера, вот именно курортная атмосфера. А ты откуда? С Беларуси, Версана? Да, я Менчанин из Беларуси. Беларусь, привет. Да, еще один беларус у нас. Тут много беларусов в Сочи. Я постоянно встречаю, знакомлюсь. А сколько ты назад подъехал? Мы считали, да? Четыре тоже, примерно, как я. Я четвертый год живу, да. Десятого мая у меня будет ровно четыре года, как я живу в Сочи. Чуть-чуть мы отойдем от темы, просто вот... Поболтаем. Чуть-чуть поболтаем, да, пока я иду. Вот мне интересно, у меня есть одно видео, там самое популярное, о плюсах-минусах в Сочи. И очень много ноющих людей, вот молодых людей, которые ноют. О, все плохо, что я там буду делать, что мне, кукурузу продавать на пляже? Я продаю апартаменты. Человек вот продает апартаменты, я не знаю, но можно много чем заняться. Я уже не первый человек. Вадим там зарабатывал официантом там неплохие деньги. 80 тысяч он там зарабатывал в месяц, больше. Ну, иногда вообще там он на квартиру себе заработал. О чем вы говорите? Небольшую, но квартиру, да. Но по сочинским ценам-то в Белоруссии там можно было, эх, там, да, купить что-нибудь. Ну, у нас тоже нельзя, чтобы в Минске, это же все-таки столица. Но Сочи волшебный город, я жил в Москве, я жил в Крыму, жил немного в Санкт-Петербурге. В Сочи я вообще попал с такого контраста, я сюда попал из Индии, я тогда путешествовал 4 года назад. Я хочу сказать, что, ну, бывал еще в каких-то странах, но не жил постоянно. Это лучший город для жизни, который я могу представить, ну, для себя, по крайней мере. Здесь есть минусы очевидные, но вот эти огромные плюсы, которые существуют, они перевешивают раз и навсегда. Да, конечно, тут все не идеально, вы не думаете, что вы приедете здесь, я не знаю, встретит вас ангел, спустится с небес, там, с этим снимпом и скажет, вот тебе квартира. Очень многое зависит не от самого места, не от ситуации, а от твоего отношения к этому. От того, что у тебя внутри, вот, да. Солнышко светит, мы бьем кофе, улыбаемся. Все классно. Смотрите, мы подошли к табличке, сразу хочу показать, пляж Фрегат слева, пляж Чкаловский справа, заходим. Вот они, вот они, друзья, отдел застройщика, отдел застройщика, отдел застройщика. Есть у меня подписчики, кто верит в это, что это отдел застройщика? Рекламы много не бывает, да, бизнесы. Ну что, мы проходим, смотри, даже в пакеты убрали это. Ну, что, мне на мокаре, да? А, они убрали лампочки, то есть. Ну, плохо, они снимают на не сезон, я так не знаю. Мы сейчас, кстати, зайдем, о, смотри, как у нас море волнуется, круто. Здесь, кстати, смотрите, сейчас все убирают, все раскручивают, все снимают, сами можете видеть. Поэтому сейчас у нас пляж не в том виде, который он будет у вас летом, но посмотрите, зато сегодня какие крутые волны. Помнишь моменты, что случается до небес, когда они идут в таких фиржаках в море? Да, я тут все уже вспомнил. Помнишь? Похоже, кстати, уже я вспомнил, действительно, этот фильм «Достучаться до небес», где... Ну, там, правда, никого не было, да? Люди в конце фиржаках идут, и чувак в конце утр, да? Ну, кто из нас этот чувак? Ну, там, кто из нас этот фильм «Достучаться до небес»? Итак, мы отошли немножечко от моря, вы даже можете шум слышать. Перед собой мы увидим теннисный корт, здесь фрегат, концертный зал, бассейн. Вот здесь у нас начинается парк, классный большой парк. Вот здесь куча ресторанчиков на любой вкус и цвет. Здесь что у нас? Боулинг, диско-бар, караоке. Ну, это только один из комплексов, на самом деле. Это все самое интересное еще дальше, это начало. Ну, мы далеко, наверное, заходить, Женя, не будем. Пойдем к елочкам. Или это не елки, какие-то хвойные. К чему мы все это показываем? Я, извиняюсь, держу в этой руке просто. К чему мы все это показываем? К тому, что нужно понимать, что вы за свои деньги в Сочи, да, вот все время все же говорят, почему так дорого, почему так дорого. Поймите, пожалуйста, что вы покупаете за свои деньги не только вот этот бетонный, да, кубик с дыркой. Ну, не квадратные метры, да. Да, не квадратные метры, вы покупаете все, что к ним прилагается. Вот оно, здесь вы можете гулять, там вы можете купаться, ну, то есть в этом море. Все, что душа пожелает, просто действительно местность-то в этом городе уникальная, в Российской Федерации такого нет, 100%. Вы же это все покупаете вместе со своей недвижимостью, все, что находится вокруг. Поэтому, покупая недвижимость, все время задумываясь о том, что находится вокруг вообще, и как вы будете жить, чем вы будете пользоваться, где будете гулять, это очень важно. У нас вот на Макаренко негде, блин, погулять, честно. Ну, и вам, как и во многих районах, вообще любых городов. Погулять вдоль дороги только, да, до магазина прогуляться, вот и все у нас веселье. Ну, все, друзья, давайте на этой ноте, у нас сегодня очень много было Далай-Ламинга, да, в выпуске. По моим меркам немного. Вернемся немножечко к нашему объекту. Ну, немаловажно сказать о том, что Евгений мне сейчас пояснил, что до Нового года цена будет повышаться еще два раза. Да, мы запланировали двукратное повышение цены. Это до Нового года и потом еще к весне. В общем, цена неплохо вырастет. Если вы хотите, в общем, для отдыха себе, может быть, для сдачи апартаменты, ну, или даже, получается, как инвестиции можно. На простой перепродаже, да, мы планируем цену в апреле в районе 220 тысяч за квадратный метр. Ну, это... Это получается без... Пронализировали конкурентов. Безопасная инвестиция, правильно, не в какую-то стройку. Проект сдан, да. Проект сдан, полная безопасность. Безопасная и быстрая. Классное место, обалденная локация, просто, я не знаю, просто поднимайте трубку, наверное, и звоните. Слишком, да, так звучит. Ну, нужно делать это, да. Так и поступают многие. Я повторюсь, мы три дня продаем, три дня открыли продажи, и у нас ажиотаж. Хотя, вроде как, эта неделя считается таким техническим открытием, но нас уже бронируют и покупают апартаменты. И, кстати, я уже многим говорю, у нас даже выпуск был о том, что после Нового года ипотека дорожает, недвижимость дорожает, все дорожает, все дорожает вокруг, блин. Так что успевайте закрыть свой вопрос квартирный до Нового года. Вопрос или желание? Вопрос и желание. Все, всем пока, всем желаю жить в Сочи, надеюсь, встретимся здесь. Женя, в свою очередь, вас ждет у себя, в гостях, в гости. Да, жду всегда, в любой день недели, напою вкусным кофе и покажу классный апартаментный комплекс. Правда, люблю его сам, и всем спасибо, до встречи. Ни разу не был на море? Не довелось, не был. Уже постучались на небеса. Накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море, как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было укращено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море.